Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Итак, чтобы войти в наследие обетований завещанных главе Церкви как причастникам тела Христова, мы продолжим наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Учитывая при этом, что по проведению Святого Духа, как каждая молитвенная песня Давида, так и других авторов, это инструкция к определенной ситуации или же своеобразный талон, по которым нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Данная молитвенная песня Давида – это его ответная реакция на враждебные к нему отношения иноплеменников, которые для оправдания своей вражды в адрес возлюбленного Богом народа, во главе которого был поставлен Богом Давид, в своем коварстве представляли ложь о Давиде как некую правду. И состоит данная молитвенная песня, как уже нам известно, из четырех частей. В определенном формате мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели первые две части данного ходатайства и остановились на изучении третьей. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может или призван входить в присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части он исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо будет сработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. Давайте напомним это местописание с 5 стиха по 11. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымяться, блесни молнией ее и растей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избав меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых деснится деснится лжи. «Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе дарующему спасение царям и избавляющему Давида раба Твоего от лютого меча. Избав меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых деснится деснится лжи». Итак, исходя из данной констатации, характеристики, по которым следует выявлять иноплеменников, состоят в плоде их уст, которые говорят суетные, то есть греховные, и которых правда является ложью. Что на практике означает, что они говорят под воздействием греховной жизни, переданной им от отцов, которая постоянно подпитывается энергией тьмы. По определению Христа, который является корнем и потомком Давида, на котором, как и на Христе, притыкаются и соблазняются очень многие так называемые верующие люди, предназначенные практически к погибели, следует то, что иноплеменники – это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание колосу пшеницы, или же плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И те, и другие, по словам Христа, это дети дьявола, почитающие, однако, себя детьми божьими, которые ранее действительно были таковыми, а затем в силу своей плотской наклонности и своего добровольного выбора в реализации этих наклонностей допустили сатане вложить в свое сердце мятежную мысль, благодаря чего утратили как свое призвание, так и свое назначение в теле Христовом и сами себя обратили в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму псевдоблагочестия. И чтобы вскрыть и расстроить ложь, в которой иноплеменники превращают Слово Божие и выдают свою ложь за правду, а правду за ложь, необходимо сработать со стратегией Бога, представленной в данной молитве в пяти составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на десятиструнной псалтире, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, сделать так, чтобы Бог мог коснуться гор врагов, чтобы они воздымились, блеснуть молнию и рассеять скопление врагов, и, наконец, спустить стрелы и расстроить замыслы иноплеменников. В определенном формате, в соответствии нашей веры, мы уже рассмотрели четыре составляющие и остановились на рассматривании пятой «пустить стрелы твои и расстрой их». Это означает, что в аналогичной ситуации, когда иноплеменники будут использовать против нас оружие, в котором они правду будут назвать ложью, а ложь будут назвать правдой, мы призваны будем сработать со стрелами Бога так, чтобы Он мог их пустить и таким образом расстроить их замыслы. Нам уже известно, что замыслы иноплеменников, в которых они приписывают свои пороки праведникам, это их выработанный план, или же их вероломная и коварная стратегия по сохранению и утверждению самих себя во лжи, которую они именуют правдой, путем дискредитации возлюбленного Богом народа пред лицом Божиим. Михея 6, 5. «Народ мой, вспомни, что замышлял в Аллах царь Моавицкий, и что отвечал ему в Аллам сын Виоров, и что происходило от Сетима до Голгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Праведные действия Господни в отношении союза Валлака царя Моавицкого и Ваалама сына Виорова, это действия, которые расстроили их коварные замыслы в отношении Израиля. И в данном случае это пророческие слова, выраженные Святым Духом или вложенные Святым Духом в уставы Алама, которые по своему смыслу и содержанию являются практически учением, благословения и проклятия, или благословениям в адрес Израиля и проклятием в адрес Валака, что полностью соответствует эталону завета, который Бог заключил с Аврамом и его потомками. Это написано в Бытие 12, 3. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И чтобы оразуметь и задействовать стратегию божественных стрел, заключенных в учении благословения и проклятия, нам необходимо было рассмотреть основополкающие характеристики вот этих стрел, призвание стрел Божьих в отношениях Бога с человеком, условия, необходимые для сработы со стрелами Бога, и результаты сработы со стрелами Бога. И мы в формате этих вопросов уже рассмотрели три библейских образа, в которых представлены стрелы Божьи, призванные расстроить коварные замыслы иноплеменников, которых они превращают в Писание, называя ложь правдой и правду ложью. И обратились к изучению образа 4, в котором стрелами Божьими именуется плод Духа, который может приносить только человек праведный, только тогда, когда он творит правду. Псалом 126, 3, 5 «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек или же благословен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в воротах». В данной притче, а это именно притча, образ, под стрелами представлены наследие и награда. Которые мы призваны, или же которыми мы призваны наполнить свой колчан, чтобы противостоять иноплеменникам в их лжи. Как под наследием, так и под наградой подразумевается наследие и обетование через принятие их в семени Слово Божие. Обетование находится, или же обетование, наследие находится в сокровищнице спасения, а обетование награды в сокровищнице Царства Небесного. И для востребования одних необходимо выполнение одних условий, а для других совершенно выполнение других условий. Например, как мы уже говорили, когда в Писании речь заходит о спасении, то составляющие спасения всегда представлены в формате даров благодати, за которые, хотя и не следует платить никакой цены, однако получить их можно только на условиях, установленных Богом. Когда же речь заходит о Царстве Небесном, то составляющие Царства Небесного представлены уже не в формате дара благодати, а в формате награды благодати, за которые следует платить цену и затрачивать определенные усилия, потому что Царство Божие усилием берется и предпринимающее усилие восхищает Его, в то время как спасение дается даром. Исходя из этого, следует, что наследие находится в сокровищнице спасения, это дар благодати Божией, в то время как обетование Божие в сокровищнице Царства Небесного – это награда и заслуга благодати Божией в нас. И разумеется, что для получения награды благодати прежде необходимо обрести и задействовать дар благодати. То есть дары Святого Духа даны для того, чтобы мы задействовали их для того, чтобы приносить плод. Поэтому, только получив оправдание по дару благодати, мы наконец-то сможем творить правду, как награду благодати. Откровение 22.11. Праведный дотворит правду еще, и святой или же святый доосвещается еще. Награда, как плод чрева, который призвал нас Бог в образе молодых сыновей, способных говорить в нашу пользу, это Царство Небесное во Христе Иисусе, городом, в воротах которого сыновья молодые, в предмете плода нашего Духа призваны говорить с нашими врагами, является престольный город Царства Небесного, Вышний Иерусалим, который, с одной стороны, имеет свое основание в теле Иисуса Христа, который есть Церковь, а с другой, одновременно, в теле человека, потому что тело человека тоже является Храмом Божьим. И матерью этого Вышнего, или для нас, когда мы являемся Храмом Божьим, то матерью нашей является Небесный Иерусалим. Так написано, это Матерь всем нам. При условии, конечно, что человек будет иметь органическую причастность к телу Христову. Но так как роль молодых сыновей состоит в их способности говорить с врагами в воротах города, то воротами города в нашем теле являются наши уста, сопряженные с нашим ухом. Потому что говорить будут наши уста, мы будем задействовать свой язык. В Писании Царство Небесное является Царством Божиим или местом и территорией, которая является собственностью Бога, которой Он обладает и в границах, которых Он владычествует. Однако, образное наследие, эта награда представлена в обитованной земле, которую Бог склятвою обещал дать Аврааму и его потомкам, то есть всем верующим в Сына Божия. Первоначально, как мы с вами уже отмечали, обитованная земля называлась землей хананской во главе с Салимом или городом мира, престольным городом земли хананской, в которой был царем и священником Милхиседек. И называлась она хананской по той простой причине, что была заселена хананскими племенами, происшедшими от ханана сына хама, находящегося под проклятием праведного Ноя. И только затем, когда потомки Авраама овладели ею и покорили хананьян, она стала называться землей Израилевой. Когда мы приходим к Богу, на условиях Бога, мы становимся собственностью Бога. Однако, эта собственность заселена плотскими вожделениями, восстающими на нашу новую жизнь. А посему, когда мы побеждаем наши плотские вожделения, только тогда наша земля перестает называться, то есть, или выполнять прихоти плоти, и начинает выполнять волю Божию. А посему, нашими врагами, как и прежде, в первую очередь, являются иноплеменники в лице нашей падшей нераспитой природы, несмотря на то, что мы искуплены Богом и приняли спасение даром по благодати. И, во-вторых, это иноплеменники в лице нечестивых, о которых мы с вами говорили, это солома, через которую зачастую протекает помазание к пшенице, люди, которые действительно были детьми Божьими, были помазаны, но потом допустили в сердце свою мятежную мысль и стали превращать в Писание, стали исполнять свою волю и использовать Писание и Церковь для собственных амбиций. Они стали называть ложь правдой правду, ложью приписывать свои низкие пороки праведникам. Мы с вами уже определились, что определением и территорией Царства Небесного, во главе которого стоит Бог, является Сын Божий Иисус Христос. Во-вторых, определением Царства Небесного является новый человек, во Христе Иисусе, созданный по Богу Иисусом Христом. В-третьих, определением Царства Небесного является измененный характер человека, соответствующий характеру Бога. И в-четвертых, сегодня мы будем на это обращать наше внимание, определением Царства Небесного является наша органическая причастность к телу Христову. Из чего следует, что Царство Небесное – это тело Христово в лице невесты Агнца, образно представлено в Писании в лице Вышнего Иерусалима. Хочу отметить, речь идет о невесте Агнца. Невеста – всегда церковь, церковь не всегда невеста. Поэтому здесь речь идет об особой категории верующих людей, не о спасенных, а о людях, которые имеют Царство Божие внутри себя и стали этим Царством. «Не все спасенные имеют в себе Царство. Все, обладающие Царством, спасенные, но не все спасенные имеют в себе Царство». Давайте прочтем одно такое местописание. Их достаточно много, однако этим местом Писания Слово Божие четко разграничит и показывает эту мысль, что это действительно так. Это записано в Откровении 21, 9-27. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену-невесту Агнца». Жену-невесту Агнца. Речь идет не о спасенных. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город Святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». То есть вот жена-невеста Агнца – это Иерусалим, нисходящий с неба от Бога. «Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню-яспису кристалловидному. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его – Агнец. «Спасенные народы будут ходить во свете его». Обратите внимание, спасенные народы не обладают светом. Они могут освящаться им, но сами не могут быть светом. И поэтому они будут ходить во свете этого Иерусалима или во свете невесты, жены Агнца. Это говорит также о том, что спасенные народы не являются женою Агнца и невестою Агнца. Потому что в христианской среде принято всех верующих называть, в общем-то, женою Агнца, невестою. Но на самом деле, как это, так и другие места Писания говорят абсолютно обратное. Спасенные народы будут ходить во свете жены невесты Агнца или же Иерусалима. «И цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него, в этот Иерусалим, или вот для этой невесты, славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Это еще подчеркивает одну трепетную мысль, что книга жизни и записанные в книге жизни – это не спасенные, а люди, принадлежащие Царству Небесному. Вы обратили внимание, когда Христос пришел, Он стал говорить, приблизилось Царство Небесное. И Он ходил, проповедовал не спасение, Он проповедовал Царство Небесное народу израильскому, людям, которые верили в Бога, потомкам Авраама. Теперь давайте посмотрим, кто такая невеста или жена, что Писание о ней говорит. Ефесянам 5, 29, 32. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви». Вот теперь обратим внимание, здесь Слово Божие говорит о том, что Царство Небесное – это когда человек соединен со Христом. опять было принято постоянно учить и говорить, что человек покаялся, и он соединен со Христом, он уже жена, и он, и Христос одно. Это неправда. Если он жена, то он должен был что-то сделать этот спасенный. Он должен был оставить отца и мать, оставить свой народ и прилепиться к мужу своему, познать его, жить с ним. То есть стать с ним одно. И когда вы становитесь одно, вы становитесь точно таким, как он. На вас будут точно так же смотреть, к вам будут точно так же относиться, как относились к нему. Одни вас будут ненавидеть, презирать, гнать, завидовать, другие будут влюбляться и любить вас. Гнали меня, будут гнать и вас. Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. То есть нужно смотреть, каким был Христос. Если у нас это не наблюдается, если мы не можем платить цену, которую он платил, представляя интересы света, то какой же мы свет? Писание прямо говорит, как вы можете называть себя светом, если вы не светите, если у вас его нет? Да, вы покаялись, но что-то вы должны делать. Представьте себе, что разбойник на кресте, который покаялся, он же не был светом и не мог стать светом, и не мог стать одно тело со Христом. Вот Христос рядом. Обычно проповедники говорят, вот это весь мир, два человека распятые, и он посреди. Вот это вот спасенные, и это вот церковь. Но это ложь. Это не церковь. Это просто как бы вырванные из огня в последний момент, которые будут ходить во свете невесты Агнца. И почему здесь, говорится, будут ходить во свете Иерусалима? Ведь практически этот Иерусалим освящается Агнцем. Они теперь одно, он и она. Одно. Они настолько влюблены, захвачены им. И точно так, как он себя вел, точно так же ведут себя они. Посмотрите, какое потрясающее отношение у Христа было к своим родителям. Он был выше своих родителей во всех отношениях. Он был Бог. Да, он родился как человек, но он был Бог. Тем не менее, он подчинялся им. Притом добровольно подчинялся, любил их, уважал их. И был у них в подчинении до тех пор, пока жил с ними. Я не знаю, сколько он жил с ними, до 20 лет или больше. Писание не говорит точно. Но когда он возмужал, он построил себе дом и отделился от родителей, и жил уже отдельно в доме, пребывая в Слове Божьем и в молитве, и работая по профессии плотника. Разумеется, приходил домой, как-то помогал родителям, он не предпринимал никаких действий, пока Дух Святой ему не сказал, началось. То есть, когда ему исполнилось 29 лет и пошел 30-й год, вот в этом 30-м году по закону он должен был приступить к своему делу, к священодействию. Ну, то есть, если мы будем смотреть, как он жил, как он относился к людям, как он относился к фарисеям и как относился он к людям, которые нуждались в спасении, хотели. Некоторые говорят, вот посмотрите, как Христос относился к грешникам. Вот мы должны так любить грешников. Извините, фарисеи были грешниками, притом супергрешниками. Он относился с любовью к тем грешникам, которые сознавали, что они грешники, хотели избавиться от греха и любили Бога и тянулись к Нему. Вот таких грешников он любил. А тех грешников, которые думали о себе, что они не нуждаются, и они сами себя могут спасти, он ненавидел их, презирал их, критиковал их и обрек их на вечную гибель. И сказал, что не будет им спасения ни в этом веке, ни в будущем. Если у нас это учение и так далее. Однако, можно говорить много, я хочу дать несколько определений из Писаний, их очень много, чтобы показать, принадлежим ли мы к телу Христа. То есть, как говорится, являемся мы ли одно. Если у нас постель, тайная комната, спальня, куда заходит муж и жена и ложатся на постель, и предаются утехам, и спят, отдыхают. Если у нас такая постель, отдых, отдыхаем ли мы во Христе и со Христом? Можем ли мы заходить в тайную комнату и отдыхать? Вот что бы ни случилось, и когда вы говорите, ну, а с Богом-то у меня все нормально, вы приходите к Нему, и Он вас успокаивает. Он говорит, дочь, не переживай, меня тоже гнали, меня тоже не понимали, надо мной тоже издевались. Сынок, не обращай внимания, и Он начинает показывать, со мной тоже так поступали, еще хуже, и успокаивает. Между нами ничего не произошло. То есть, ты ничего не потерял. Поэтому я хочу привести некоторые места Писания, которые покажут, чтобы мы сами себя испытали, принадлежим ли мы к телу Христа, не к спасенным. Потому что спасенные – это не тело, это не царство, это совершенно другая категория людей, которых будут отделять на суде. Козлов направо, овец налево – это не те, которые в книге жизни не написаны. Книга жизни – это одно, а когда их отделяют, их отделяют не по книге жизни. Их отделяют. Козлов направо, овец налево – это образно, где просто говорится о спасенных. Какой человек спасенный? Но, однако, быть столько верующими, пройти столько времени и все время говорить о спасении, в то время, когда Христос только вышел на свою миссию, сразу начал говорить о Царстве Небесном. Приблизилось Царство Небесное. Приблизилось. И стал говорить, чему оно подобно, какое оно, что оно из себя представляет, что нужно усилие для этого. «Приходите даром спасения, но Царство – награда. Вы прибыли со Мною в напастях моих, и я завещиваю вам, как завещал мне Отец мой Царство». Итак, первое, на что я хотел бы обратить внимание, но, может, вторым, третьим, четвертым – это не так важно. Определением нашей причастности к телу Христову является наше правильное отношение к дарам благодати, которые представлены в дарах Святого Духа и в дарах пятигранного служения носителями этих даров. Иакова 1,17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены». Обратите внимание, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный» – это совершенно два разных формата, два разных понимания. «Всякое даяние доброе и дар совершенный». Вот «совершенный», под «совершенным даром» имеется в виду награда, которая нам дается в предмете Царства Небесного, которую мы обретаем. «Вы прибыли со Мною в напастях Моих, и поэтому я завещеваю». То есть я даю завещание, я записываю, что когда придет срок и когда я умру, то после моей смерти завещание вступит в силу. «И вы станете обладателями этой награды, потому что вы прибыли со Мною в напастях, в страданиях, вы приняли на себя поругание, вы радовались, когда вас поносили и гнали», и так далее. А вот всякое даяние доброе – это уже дары спасения, относящиеся к спасению. И здесь говорится, что как даяние доброе, как спасение, так и награда, то есть совершенный уже дар, и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Нельзя назвать совершенными дарами дары Святого Духа. «Сколько людей обладает дарами Святого Духа и идут в бездну?» Павел говорит кореттианам, «Вы имеете недостатка ни в каком даровании, однако у вас раз то, то, то и поступающие так Царство Божие не наследует». Представьте, вот пришел Елизер, принес дары и раздал их всем. Их получила Ревека, Вафуил, Лаван, все домашние. Ну и что? Только что эти дары помогли им прийти в Хананскую землю или взять вот это Царство Небесное? Нет. Они порадовались, погостили, и как вот сегодня поедет Дух Святой, ты Господь Небесный. Почему люди всякий раз, они говорят, давайте пригласим Господа? Я всегда думал, как это пригласить Господа? Совсем одно начать с Ним говорить, попросить Его, чтобы Он себя проявлял, пригласить Его. Как вы будете приглашать, если Он здесь живет? Я прихожу, Он хозяин дома, Он хозяин своей церкви. Вы приходите в церковь, если Он здесь живет, я имею в виду среди вас, то Он будет и в этом доме находиться. И когда вы будете сюда приходить, Он здесь уже, Его не надо приглашать. Это Он вас приглашает. А Его не надо приглашать, Он уже здесь, Он хозяин дома. Если он живет в вас, опять-таки, кого вы приглашаете? Приглашают один раз. И приглашают либо как гостя, либо как постоянного жителя. «Войди, благословенный Господом, что ты стоишь, у нас есть корм, солома для скота». Лаван приглашает Елизера, прообраз Святого Духа. Но он вошел с одной целью, чтобы забрать Ревеку. Живет-то он не здесь. Да, он здесь гость. Если вы урхалдейский, или же вот люди называют, что они хананская земля. Да при чем здесь хананская земля? Они так и называют, у них понятия даже нет, что хананская земля и урхалдейский, в общем-то, ничем друг от друга не отделяются. Вот когда хананская земля станет землей Израилевой, когда ты ставишь урхалдейский и придешь сюда и завоюешь эту хананскую землю, и она начнет называться твоим именем, именем молитвенника, победителя, который побеждает в молитве, тогда другое дело. Поэтому здесь нужно посмотреть. Написано, что у Бога нет изменения. Поэтому всякое даяние доброе выражается в семени слова о спасении и от вечной погибели. В то время как всякий дар совершенный выражается в семени слова о Царстве Небесном. Из чего следует, что формат благовествования в предмете спасения включает в себя обетование для погибших, а в предмете учения Царствия Небесном включает в себя обетование уже для спасенных. И все обетования эти становятся для нас доступными через благовествование тех святых, которых Бог поставил в Своей Церкви для одной цели, чтобы они могли стать территорией Царства Небесного на земле. Вот написано, «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный» – это пятигранное служение, это дары Духа Святого. Это большие дары. Писание так и говорит, то есть ревнуйте, то есть достигайте любви и ревнуйте о больших дарах. Что это за большие дары? Вот большие дары – это дары совершенные. Это люди, которые являются носителями даров. Второй Коринфянам 1,20. Мы говорили уже об этом месте Писания, которое подчеркивается, подтверждается другими местами Писания. Это не просто такое вольное толкование, произвольное, не имеющее основания или взятое только из этого места Писания. «Ибо все обетования Божии в нем, да и аминь во Христе, Иисусе речь идет в славу Божию через нас». То есть все обетования, как обетования спасения, так и обетования Царства Небесного мы можем получить только через всякий дар совершенный. Вот, допустим, для того, чтобы проповедовать спасение, не нужно быть совершенным. Но чтобы проповедовать Царство Небесное, нужно быть совершенным. Вот не сможет человек несовершенный проповедовать о Царстве Небесном. Он будет говорить лозунги. он не сможет понять, он может выхватить какую-то мысль, да, она ему понравится, он начнет передавать, но он не сможет ее внедрить. Потому что, ну, как светить, если ты не свет? Ну, можно, да, выучить и передавать, но ты не будешь светом, ничего не будет работать. Необходимо понять, что здесь написано, когда Бог дает эти дары, у него нет изменения. Он посылает эти дары, а мы начинаем выбирать. Это мне нравится, это мне не нравится. То есть, практически, по сути дела, данные и обетования, даны нам для успеха принесения плода, призвано выстраивать правильное отношение с Богом. Если дары Святого Духа используются в интересах материального успеха, это будет означать, что мы, подобно иноплеменникам, будем использовать их не по назначению. Ведь иноплеменник – это люди, живущие там же, в Ханане, рядом. Это не то, что за границей. Это, возможно, спящие на одной постели с тобою, твой муж или твоя жена, твои дети или твои родители, твои друзья, сидящие рядом с тобой в собрании, с которыми ты дружишь, с которыми ты любишь ездить на рыбалку, шашлыки жарить, и за которыми ты пойдешь в огонь и в воду. Они пойдут за демоном, и ты побежишь за ними. Потому что, ну, твои друзья, куда без них? То есть, у тебя не Бог друг. Вы понимаете, когда у человека Бог является другом, и он имеет причастие вот к этому телу, да хоть что там случится, он уже оставил дом и отца, и друзей, у него никого нет. Вот представьте себе, Моисея, который бежал, никого не осталось, один, в чужой земле, женится. Она для него незнакомка, она не из его народа, он женился, живет 40 лет, находится и размышляет. Где-то, конечно, у него были претензии к Богу, где-то он плакал, где-то думал, «Господи, если ты хотел через меня выводить этот народ». Потому что он имел откровение, что Бог что-то будет делать через него. И он думал, что он уже вырос для этого, уже подошло время, он начал, оказалось не то время. И теперь он был, и, наконец, он решил пройти. Это не то, что нечаянно забрел на Синай. Нет, он намеренно пошел далеко, наконец-то он провел далеко стада Божий, к горе Божией Хариву. Что-то его повлекло, наконец-то, туда. И Господь встретился там с ним. То есть, когда люди ищут Бога, посмотрите, он стал искать Бога. Потом он к этой горе должен будет привезти израильский народ. Но народ не хотел идти к этой горе. Они говорят, мы хотим в землю Хананскую. Он говорит, путь в землю Хананскую лежит через эту гору. Вы не сможете овладеть землей Хананской, если не придете на эту гору и не получите силу и власть, как взять эту землю. Вы должны быть со мной, и для вас я должен быть главным. И вот здесь мы видим, что те люди, которые неправильно относятся к дарам благодати, как к людям пятигранного служения, так и к дарам Святого Духа, которые пытаются их задействовать, ведь многие люди пытаются задействовать дары благодати, то есть людей, не для того, чтобы приносить плод, а тоже для личной своей пользы. Иногда говорят, вот мне надо с пастором именно потому, что у него связи есть. И вот ради этих связей мне надо с пастором, потому что у него есть связи. То есть все мы хотим с какими-то людьми, имеющими связи познакомиться и иметь с ними отношения. А нам нужно иметь связи с Господом. Эти люди даны для того, чтобы мы получили связи с Господом, а не связи вообще с этим миром. Возможно, ну вот ко мне часто обращаются по работе, по бизнесу, по разным, чисто материальным. Это я не говорю, что это грех, или не надо обращаться, или если я что-то буду знать, или могу чем-то помочь, я всегда помогу. Но мы поставлены для того, чтобы приобщить вас к Богу, чтобы приобщить вас к Царству Небесному. Вот посмотрите, вы найдете где-нибудь в Новом Завете, чтобы Христа использовали для того, чтобы бизнес хороший найти, чтобы Он собрал какую-то бизнес-конференцию и учил, как бизнес проводить. Вот сколько меня толкали, возмущались. Пастор, почему вот другие пасторы собирают бизнесменов и учат их, как вести бизнес? Я говорю, слушайте, это не пастора дело. Если другие делают, ну не должен же я за ними следовать, они маршируют в ад, почему я тоже должен туда маршировать? Я человек Божий, я должен учить Царству Небесному, а не бизнесу. Для бизнеса есть специальные профессионалы. Меня вообще удивляет, когда пастор берет на себя ответственность, будучи не бизнесменом, учить бизнесменов. Я всегда думал, чего меня тянут все время туда. И я говорю, Господи, я ничего не мыслю в этом бизнесе. Я вообще не соображаю ничего в нем. Как я могу их учить? А они говорят, нет, ты пастор, ты должен нас учить. Я должен научить вас молиться и правильно жить. Вот это все, что я должен. Я должен молиться вас, что я и делаю, и свидетель мне Бог. Молюсь, чтобы Бог открывал ваш разум, открывал ваше сердце, чтобы вы не использовали дары Святого Духа неправильно. То есть Господь будет заботиться и задействовать дары Святого Духа и для материального благословения, но это Он будет делать тогда, когда мы будем использовать это для плода. Он говорит, вы ищите Царство Божие в моей праведности, и я позабочусь о вашем здоровье, о вашем бизнесе, о вашей одежде, о ваших домах, о ваших машинах. Я позабочусь. Нет, мы конкретно говорим, Господи, я не говорю, что грех просить, Господи, дай мне какую-нибудь машину, какое-нибудь место, где жить, дай мне какую-то работу. Но это не значит, вот дай, и я сижу, дай. Ходи, ищи, бери любую работу, которая попадается. Нет, я эту не хочу работу. Вот какая попадается, пока работай, ты же сидишь, вот работай пока. Бог увидит, что ты верен в малом. Никогда тебе Бог не даст сразу много. Нет, я меньше, чем на 15 долларов, один мне говорит, а другой говорит, ты знаешь, я имел, говорит, 35-40, меньше, чем на 30 я не пойду. И все. Я иногда еду заправляться, смотрю, мужчина уже там лет под 60, хорошо одетый, и заправляет. Значит, потерял работу, не сидит, идет, где может мальчишка это делать, он идет, это делает. То есть, это говорит о чем? Все равно есть надо, и Писание говорит, кто не работает, тот и не ешь. Другими словами, мы неправильно относимся к дарам Святого Духа. И поэтому причина, когда мы неправильно относимся, у нас что-то будет происходить. Мы будем привлекать на себя проклятие. Поэтому, когда придет время, необходимость говорить с врагами в воротах нашего города, то у нас никому будет говорить, если мы неправильно будем к дарам относиться, дары даны для того, чтобы мы могли родить этих сыновей, принять семя о царствии. В силу чего наши ворота, когда мы будем использовать дары Святого Духа неправильно, явятся широким проломом для вторжения всякого рода проклятия, которое обратит всякое благословение во всякое проклятие. Нам дано всякое благословение, ибо всякое благословение и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Света. Мы можем обратить это в проклятие для себя. Павел говорит, если вы будете неправильно относиться ко мне и к подобным мне, это невыгодно для вас. Я не смогу вас благословлять. Не может человек с огорченным сердцем благословлять. Если у него боль и горечь там, вы его оскорбили, а он будет говорить, Господи, да будут они благословены, а там горечь. Его сердце не с его устами. А надо, чтобы его сердце было расположено, чтобы оно не было огорчено. Если вы потопчетесь по нему и наглумитесь, а потом хотите, он должен благословлять, он не сможет благословлять. Павел говорит, это невыгодно для вас. Поэтому нужно правильно относиться к дарам. И поэтому мы судим, если мы имеем причастие к телу Христову, мы будем правильно относиться к своим родителям. Поймите, что наши родители плотские, к ним надо, их надо почитать. Это не значит, что надо исполнять их прихоти. Есть родители, которые имеют прихоти и используют места Писания. О, все, и они эгоисты, они не любят своих детей, они их используют. И дети должны это видеть и должны почитать таких родителей и делать только то, что они находят нужным, что им необходимо, а не то, что они будут у них требовать. Потому что они считают, что вы должны до конца выполнять их прихоти, и только тогда это называют они почтением. Почтение – это внутреннее отношение, уважение. Это моя мать. Какая она есть – она моя мать. Какой он есть – это мой отец. Но, однако, если вы видите, что начинается грех, начинается все, то с такими детьми, с такими отцами, с такими матерями нужно разрывать. Поймите, это по Писанию. Происходит разрыв. Забудь народ твой и дом отца твоего. Почему? Если ты будешь с ними дружить, а они будут нечестивыми. Вы понимаете, что будет происходить? То есть, они вас затянут туда. Вот смотрите, что ученики говорили, Господи, позволь мы похороним наших родителей, а потом пойдем за тобою. Он говорит, нет, оставьте ваших родителей, пусть их погребут мертвецы. Мертвых, представьте, погребать мертвецам, а вы следуйте за мною. То есть, на самом деле, по закону, если дети вели нечестивый образ жизни, родители должны побить их камнями, своих дочерей, своих сыновей. Если родители ведут себя неправильно, а сын уже, и на нем лежит ответственность священника или царя, он отделяется от своих родителей и предаст их на смерть. Или отделит. Тут мы видим благочестивый царь, несмотря на то, что он младше своей матери, разумеется, это его мать, он лишает ее царского достоинства за то, что она идола сделала. То есть, Бог должен быть на первом месте. Если мы подумаем, что дети на первом месте, родители на первом месте, мы ошибаемся. То есть, я готов сотрудничать с моими родителями при условии, если они просто неверующие, они не знают Бога, они не нечестивые. Если они становятся нечестивыми, вы понимаете, нечестивые – это страшная вещь. От нечестивого вы будете оскверняться, хотите вы этого или не хотите. Но нечестивых не так много, не думайте, что их много. Много нечистых, нечестивых очень мало. Нечестивым может быть только тот, кто стал царством небесным, был светом, а потом обратился во тьму. Спасенный никогда не может быть нечестивым. Он может быть нечистым, он может оскверниться. Праведник, если он праведник, как бы он не согрешал, но грех приходит извне. И если он праведник, у него будет всегда желание немедленно покаяться, вскрыть грех. Это говорит о том, что он праведник, он не нечестивый. Нечестивый не будет каяться, он будет легализировать грехи. Вот это уже нечестивый. Он будет превращать в Писание. А раньше был светом и понимал, вот таких людей нам надо остерегаться. И если это попадется муж или жена, с такими надо делать разрыв. Я женился на христианке, извините, а не на нечестивой. Я женился или выходил замуж за святого человека, он стал нечестивым. Здесь можно делать разрыв и с родителями, и с детьми, и со всем. Христос говорит, я пришел разорвать эти отношения. Я говорю о правильном отношении к дарам, потому что под дарами имеются в виду не только духовные родители, но и наши плоские родители, правильное отношение. И то, что я сейчас говорю, это лезвие. Сейчас можно взять слова, вырвать и что-то сказать. Что он говорит? Как можно к этому относиться? Это мои дети, это мои родители. Ну, во-первых, скажу, если вы, родители, будете действительно Царством Небесным, ваши дети никогда не станут нечестивыми. Никогда. Они будут спасены. Они будут делать неправду. Либо они доходят с вами вместе и становятся тоже Царством, либо они просто спасенные. Упали, Бог найдет время и возможность, как их стать, как поставить и спасет. Спасешься ты, и весь дом твой. Поэтому не надо пугаться, Господи, как же я с детьми буду относиться. Вот уже детям сложнее, потому что родители могут стать нечестивыми. И дети не смогут ничего сделать для родителей. Родители для детей могут, дети для родителей нет. Потому что мы для них, это их дом. Спасешься ты, и весь дом твой. Родители – это не мой дом. Мой дом – это моя жена и мои дети. Я являюсь домом для... То есть родители, вот дом моих родителей, я вхожу в дом их, поэтому они на меня имеют власть. И если Бог их спасает, Он спасает и меня. Поэтому если мать спасена одна или отец один спасен, уже достаточно. Благодарите Бога, смотрите на невидимое, взирайте на это невидимое. Бог сказал, спасешься ты, и весь дом твой. Рассматривайте, можете образно видеть свою дочь или сына, сидящего рядом здесь, хотя его нет. И Бог это сделает. Это не страшно. Но вот когда родители становятся нечестивыми, тогда детям нужно разрываться с такими родителями. Забудь народ твой и дом отца твоего. Вы нигде не увидите, чтобы было приказано родителям бросать своих детей. А вот детям приказано оставлять своих родителей ради Господа. Забудь, обратите внимание, народ твой и дом отца твоего. Я пришел разделить. Я принес меч, Христос говорит. И поэтому дьявол будет винить. Нет, вы должны общаться, вы должны делать. Не надо общаться с нечестивыми людьми, потому что вы осквернитесь. Вы не сможете потом подойти к Богу. Нас оскверняют только нечестивые люди. Другие нас не могут осквернять. Поэтому одним из отношений являемся мы или причастниками тела Христова это наше правильное отношение к дарам Святого Духа. И к большим дарам это тоже дары, потому что это Бог поставил в церкви апостолов, пророков, учителей, евангелистов, пасторов, это Он поставил и это дар для церкви. Потому что это их роль. Все могут быть совершенными и Бог из этих совершенных одних берет на одно место, ставит других на другое и делает его даром. И поэтому мы должны ценить эти дары и правильно к ним относиться. Если мы неправильно относимся к дарам, мы не имеем причастия к телу Христову и тогда мы должны рассудить, мы хотим быть царством или мы хотим остаться в категории спасенных. Я знаю, что многие скажут, это слишком ответственно, опасно, лучше я останусь в категории спасенных. Это разбойник мог оставаться в категории спасенных, когда его на смерть вели. Но когда Бог спас человека и он живет, то он уже не имеет права оставаться спасенным. Спасенный должен стремиться что-то делать, чтобы стать царством небесным. Он должен искать Бога. если он отказывается от этого, он потеряет и спасение. Те люди, которые не слышали об этом, это совсем другое дело. Вы знаете, что масса людей не слышала то, что я сегодня говорю. Они даже об этом не знают. Они все смешивают. У них все одно. То есть, вот, невеста, церковь, это все одно. Царство небесное, спасенное, это все одно. Я помню, мы сделали собрание вместе с одной церковью здесь, с американцами, и я молился, Господи, ну что же мне сказать? И я немножко сказал о восхищении и показал по Писанию, что не все будут восхищены, что часть верующих останется, но оставшиеся это не погибшие будут. Для того, чтобы быть восхищенным, надо стать невестой. И я видел бледное лицо пастора перепуганное. И он вышел и сразу стал говорить, не переживайте, братья и сестры. Прочитал местописание Откровения. И я услышал там голоса тысячи и тысячи. Он говорит, там thousand and thousand, все мы там будем. И так, слава Богу, аллилуйя. Утешать стал. Когда служение закончилось, ко мне стали подходить. А люди такие почтенные, пожилые, американцы и говорили, благодарим вас. Мы очень хорошо поняли, что thousand, thousand это царство. Мы поняли, что вы говорили, это действительно так это написано. Нам об этом никогда не проповедуют. Но мы это читаем и мы знаем об этом. Оказывается, члены церкви читают и знают об этом. А пастор боится им об этом сказать. И потом у меня была возможность задать ему вопрос. Ты почему испугался? Почему ты так начал говорить? Ты не веришь в это? Он посмотрел на меня, покраснел и говорит, я в это верю. Но я, контракт подписал, я не имею права об этом проповедовать. Потому что это вызывает тревогу, беспокойство. Я должен их успокаивать. Если я начну им говорить, что вы в грехе и вы не спасетесь, а если я не должен указывать и говорить в грехе, я не должен им говорить, что пьянство грех, я не должен им говорить, что блуд грех, я должен обтекаемо говорить, идите к Богу, Господь вас спасет, не грешите. Но конкретно я не могу, потому что у меня контракт на пять лет, что ты будешь пастором при условии, мы тебе платим вот такую сумму 70 тысяч в год, каждая проповедь плюс 700 долларов, мы тебе строим дом, у тебя каждый месяц два-три дня ты едешь на отдых, в полгода раз по Европе, все это оплачивается, вот за такие, вот он подписывает за такие, как говорится, дивиденды, конечно, можно, как говорится, и Христа продать. Однако, когда мы читаем песни, песни, там написано, если бы давал все богатство дома за любовь кто-то, он был бы отвергнут с презрением. Нельзя на это идти, нужно от этого отказываться, это очень опасно. Давайте пройдем дальше. определением нашей причастности к телу Христову является проявление любви Божией друг к другу. 1 Коринфянам 13,2 «Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу переставлять, а не имею любви, то я ничто». Вот если дар способности слышать Слово Божие в своем сердце не используется в целях принесения плода любви, который призван говорить с врагами нашими в воротах нашего города, то мы останемся в стыде и пополним армию иноплеменников. Любить друг друга. Что означает любить друг друга? Не сходить, покрывать, не притыкаться друг на друга, не соблазняться друг на друга. Вот вы знаете, у нас определенно есть люди, я как-то смотрю такими дозами, они привыкают постепенно. Вот некоторые люди очень бывают шокированы, когда значит, есть формат служения, а есть формат общения, вечеря любви, это не формат служения. И вдруг там значит, есть люди, которые начинают как-то себя проявлять, танцевать, плясать, что-то делать, и есть сейчас людей, которые просто в шоке от этого. Как пастор это может допускать? Но это же дети играют, и пусть себе играют, это же не служение Богу. Это абсолютно не служение Богу. Значит, когда мы выходим на природу и там бегают, играют, это нормально. Но здесь тоже можно формат другой сделать. Вот во время служения, когда мы служим Богу, этого абсолютно нельзя делать. А абсолютно нельзя. Но умение снисходить, допустим, есть люди, которые очень закомплексованно не пойдут на это, а есть наоборот, они хотят себя проявить и чувствуют себя хорошо. Ну дайте им это, пусть они проявят себя, покажут себя, порадуйтесь с ними, повеселитесь. То есть любите. Вот любовь как раз в этом и заключается снизойти, не надо всех под себя кроить. когда служение здесь благолепие. Я здесь против того, чтобы здесь происходило. Танец это язык тела. Не умеешь сказать движением тела, да будет Господь свят, да будет Он благословен. Не надо этого делать. Не надо хороводы эти делать. Хороводы были всегда за пределами храма, но они никогда не были. Мы можем сделать формат служения, вот когда дети вышли сюда и потанцевали, покружились. Это совершенно другой формат. Это уже абсолютно другое. Нужно разбирать эти вещи и не притыкаться. Вот если мы перестанем притыкаться, перестанем соблазняться, потому что Царство Небесное или человек приобщенный к Царству, он не соблазняется ни на чем и не притыкается ни на чем. Если он так не понимает, он просто этого не делает, но он не притыкается, он не страдает, он, как это так? Не делай, тебе это не нравится, ты не делай, пусть он делает. Есть люди, которые смотрят за этим, наблюдают за этим. То есть очень важно, что отношение друг к другу снисходить. Любить друг друга означает первым просить прощения. Я часто говорю святым, он говорит, я не вижу, что я виноват. Я говорю, послушайте, а вы можете прийти сказать, человек на вас обижен, вы можете сказать, я не хотел вас обидеть, простите меня. Вы же не признаете свою вину в данной ситуации, но вы говорите, что вы искренне говорите, что вы не думали его обижать. Он обижен на вас, потому что думает, что вы решили его обидеть, а вы не думали обижать, вы просто не знали, простите. Вот кто первый просит прощения, тот больше любит. Тот больше любит. Потому что когда вы просите прощения, вы духовно поднимаетесь в глазах того, у которого вы проситесь и в очах Бога. Потому что просящее прощение смиряется, а Бог смирен им дает благодать. Всегда тот, кто просит прощения, выигрывает. Прощать тоже необходимо, но просящее прощение более в выигрышном положении. Вас могут не простить, это уже их проблема. Умение, если вы видите, человек на вас обиделся, скажите, я не хотел вас обидеть, пожалуйста, простите меня. То есть любить друг друга, это прощать друг друга, а прощать это значит просить прощение и прощать. Притом просить прощение надо и прощать не только тогда, когда у вас просят прощение, тогда, когда у вас не просят прощение. У вас еще прощение не просили, но вы по Писанию обязаны простить, если вы хотите понимать Божью любовь. Он нас простил тогда, когда мы еще были грешниками. Потом, возможно, Дух Святой будет работать и постепенно покажет человеку, что вы не относитесь к нему враждебно, вы его простили. И, конечно, прощать надо на коленях и говорить, Господи, когда стоите на молитве, прощайте. И, когда на молитве человек прощает и говорит, Господи, исцели мою рану, я прощаю, Бог начнет исцелять сердечную рану. Обязательно. И начнет работать тогда по отношению к тому человеку. Таким образом, вы начинаете работать в спасении того человека. Потому что, так как вы прощаете, Бог начинает на совесть действовать другого человека. Действует, действует. И только тогда, когда человек не подчиняется, тогда только приходит наказание. А вы не просили наказания, вы просто сказали, Господи, прости, я прощаю этого человека, исцели мою рану. А сам уже Бог займется этим человеком. Вот здесь как раз говорится о такой божественной любви. то есть если вы обладаете дарованиями, какими-то помазаниями, каким-то о любви не имеете, Павел говорит, то я ничто, я медь звенящий, я кем вал звучащий. Поэтому любовь между нами по этой любви, любовь это и есть тот свет. Дары Святого Духа, которые мы будем практиковать, это не свет. Такие дары практикуются в любом сатанинском сообществе. В любом сатанинском сообществе практикуется исцеление, чудотворение, всевозможные знамения, но это не свет. Светом является плод, любовь, проявление любви. Вот когда мы начнем любить друг друга, снисходить друг ко другу, упрощать друг друга, уважать, ценить, почитать, вы знаете, что произойдет с нами? Дух Святой просто настолько наполнит наши отношения и нас, что мы начнем сиять в буквальном смысле слова. Вы видели, наверное, сияющие лица, но бывает, что оно начнет прямо сиять, то есть будет сверхъестественное сияние, что люди, проходящие люди мимо вас будут потрясены от вашего вида, будут падать ниц и каяться, и бегать за вами, потому что от вас начнет нечто происходить. Но для этого надо подняться над обидами, над горечью, потому что дьявол уничтожит нас друг через друга в последнее время, так написано, берегите, чтобы вы не были уничтожены друг другом. Нам что-то не нравится, мы кричим о своих свободах, не заходи на мою территорию, что хочу, то делаю, это я, это мое, и мы обижаемся, а тот свое что-то делает. Перестаньте, не будьте маленькими детьми, если хотите быть царями, платите цену, любите, и увидите, что Бог даст, какую награду Он даст за то, что мы будем любить. Сейчас мы вкратце помолимся, так как наше время истекло. Поблагодарим Бога, потому что то, что вы слышите, коль вы это слышите, это говорит о том, что Бог подвел вас к совершенству, вы можете быть царством Божиим, от вас самих зависеть, принять это царство, уже не спасение, а царство, или же отказаться от него, не платить цену. Некоторые из вас уже обладают этим царством в разной степени, некоторые, возможно, еще нет и готовы принять. Благослови вас Господь принять царство Божие, стать этим царством и наступить на то, что есть в нас неславящее Бога, на вот это амбиции свои, на гнев свой, на обиды свои, на претензии свои, и Бог обязательно почтит вас. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец своими Иисуса Христа я благодарю тебя за твой святой народ, за твое царство. Я хотел бы, чтобы всякие услышавшие об этом царстве принял его в свое сердце, заплатил соответствующую цену, захотел им быть. Ведь ты пришел для того не просто чтобы спасти погибшее. Спасая погибшее, ты имел в виду, чтобы это спасенное потом могло искать тебя, жить тобою, стать твоим царством. Дьявол также хочет войти в таких людей и занять престол, на котором восседает Господь. Только тогда, когда мы являемся царями и священниками, Бог восседает на нашем престоле. До той же степени, пока мы не владеем собою, Он не может восседать и быть царем в нас и для нас. Позволь нам это понять, осознать и позволь принести тебе этот плод. Позволь наклонить самого себя и помоги нам в этом, чтобы мы могли подобно Моисею взять своего змея за хвост, перехватить управление своими эмоциями и начать исповедовать то, что ты желаешь слышать от нас. позволь нам простить тех, кто нас обидели, чтобы ты мог действовать на этих людей. Мы молимся тебе о детях твоих, которые ранят друг друга. Мы не молимся о нечестивых людях, нечестивые да будут обращены в ад. Сатана достанет одесную их и достоинство их да примет другой. Но святые твои, которые по своему недоразумению, по своей немощи, в силу своих характеров несовершенных могли ранить друг друга, могли оскорбить друг друга или унизить друг друга, или использовать друг друга в корыстных целях. Позволь этим людям простить друг друга, помиловать друг друга, чтобы быть помилованными. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое является мечом обоюдоострым, которое может вначале даже огорчить, принести печаль и боль, потому что не всегда мы готовы платить ту цену, которую Ты представляешь нам, забыть народ свой и дом Отца своего. Мы можем об этом говорить, мы можем об этом петь, но до тех пор, пока мы не познаем, как это делать и что за это платить, мы все еще не знаем, мы все еще связаны со своим народом и со своим домом. Ты сказал, что в Твоем царстве нет иудея и елена, нет мужского пола и женского, нет сословия, нет богатых и бедных, нет рабов и нет свободных, но всем и одного Христе Иисусе. Позволь усвоить это нам, Господи. Позволь не смотреть друг на друга сверху вниз или снизу вверх, потому что все мы достойны Тебя, коль Ты искупил нас кровью Своей и призвал нас в Царство возлюбленного Сына Своего. Да явится Царство Твое в нас, чтобы Ты мог царствовать, чтобы Ты мог исполнить волю Твою, и я молю Тебя, чтобы Ты выслал делателей на жатву Твою, до тех пор, пока мы не будем молиться Тебе об этом, мы так и будем оставаться в наших беззакониях и соблазнах. И я прошу Тебя, чтобы Ты очистил Царство Твое от всех соблазнов и от делающих беззакония. Избав нас от людей, у которых нет веры, от людей, которые не признают Твоей власти, от людей, которые превращают Писание, от людей, которые ложь называют правдой, а правду называют ложью. Избав нас от подобных людей. Ты уже многое соделал с нами, и нам далось это нелегко, потому что мы не совсем понимали, что происходит. Но Ты явил нам милость Твою. Ты поднял нас на определенную высоту и дал нам нечто уразуметь. Мы благодарим Тебя за эти удивительные уроки, что Ты сохранил нас. Сатана хотел нас убить, когда нечестивые восстали на нас, но Ты покрыл нас и запретил убивать. Благодарим Тебя, что мы могли страдать за имя Твое и страдаем, неся поношение за истину. Да прославится милость Твоя, которая обновляется для нас каждое утро. Благодарим Тебя за те служения, где мы можем поклоняться, учиться, искать Тебя, любить Тебя, познавать Тебя, славить Тебя. Да будет величие Твое и слава Твоя на детях Твоих. Да будет проклята всякая болезнь и всякая немощь в народе Твоем. Да освободится наследие Твое от физических болезней, от духовного невежества. Да и зальется это исцеление на наших детей, да придет понимание между мужьями и женами, да будет уничтожен разлад и разногласие, чтобы церковь Твоя могла украситься между правильным согласием между мужем и женою, ибо этим украшается премудрость Твоя, когда муж ценит свою жену и понимает ее, она ценит и понимает своего мужа, когда дети понимают своих родителей и родители понимают своих детей, да будут благословенны дети Твои пред лицом Твоим, да будут обращены сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, да будут исправлены помышления праведников, чтобы Ты мог прийти и не поразил нашу землю проклятием. Благодарим Тебя, Отец, в Иисусе Христе и поклоняемся пред Тобою великий Бог, Отец и Дух Святой, Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.